Приветствую вас, и вы знаете, свой ответ я бы хотел разделить на несколько частей. Первая часть, она будет посвящена тому, что человек вас предал. Вторая часть будет посвящена тому, как его забыть. Начнем мы с вами с предательства, и здесь можно говорить о том, было ли оно вообще как таковое. Я имею ввиду предательство. Ну, то есть, понимаете, какая интересная вещь получается. Кто такой предатель, и как он себя ведет? Кто такой человек, который предает, и как он себя позиционирует? Это вопрос, на который многие люди не знают точного ответа. То есть, все говорят, предатель, 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 но что под этим подразумевается, знают, на мой взгляд, далеко не все. Вот вы говорите, что ваш человек предал. Если я правильно понял вас, то его предательство было и остается, ну, скажем так, постоянно. То есть, оно, это предательство, по сути дела, актуально до сих пор. То есть, он вас предал, он не раскаивается в том, что сделал. И, в общем-то, как бы, все у него хорошо. У этого человека, я имею ввиду. Давайте подумаем. Какой же он предатель в этом случае, если он не раскаивается в том, что сделал? Если человек не раскаивается содеянным, то он, как таковой, не предатель. Это просто тот, кто действует в своих интересах. И да, вы думали, вы думали, что он человек один. В действительности, он оказался человеком другим. Естественно, вам это тяжело принять. Я вас понимаю, очень хорошо понимаю. Но и вы тоже постарайтесь понять, что если человек в действительности вас предал и абсолютно совершенно не раскаивается, значит, он просто так или иначе действует в своих интересах. И, как бы, это означает, что человек не тот, кем вы его представляли себе. А это, в свою очередь, это означает, что вы жили не реальным человеком, а его образом. То есть вы создали себе образ человека, который якобы был рядом с вами, но в действительности, конечно, этого человека не было рядом с вами, но вы думали, что он есть. Чем продиктовано тогда, спросите вы, то, что я, например, создала образ этого самого человека, почему я его сделал? Ответ на этот вопрос заключается в том, что вы создали образ человека потому, что у вас были и остаются, скорее всего, определенные потребности, определенные желания, которые вы, собственно говоря, хотели бы с помощью этого человека удовлетворять. То есть момент здесь в том, что то, как появляется образ, то, как он формируется, зависит от того, какие у вас потребности, какие у вас желания и так далее. Это означает, что свои потребности и свои желания вы проектируете на человека. Потому что образ, который вы задаете, он продиктован именно тем, что вы хотите получать от человека. Это довольно важно понимать для того, чтобы лучше отдавать себе отсчет в том, что вообще происходит с вами. И вот, соответственно, если мы вот это все с вами понимаем, то тогда я думаю, что вам понадобится понятно, что необходимо анализировать то, как и почему вы создали определенный образ человека, который, возможно, даже не соответствовал реальному образу как таковому. И я надеюсь, что вы об этом для себя обязательно подумаете и обязательно для себя придете к какому-то важному выбору, важному решению. Потому что это все-таки анализировать нужно именно с вами. Следующее, это вы говорите о том, как вам забыть человека. Здесь я сразу хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь, что забыть на физическом уровне, забыть на физиологическом уровне у вас, человеку, не получится просто потому, что это память. И память как таковая, она с вами будет все время, она с вами будет постоянно. Это память и воспоминания никуда не уйдут. Но вы можете изменить отношение к ним. Вы можете изменить отношение к тому, что с вами произошло, например, если получите правильное представление о том, что же, собственно, случилось. Что, собственно, произошло с вами. И определите для себя, какие последствия вы получили в результате этого препятствия. Ведь именно поэтому вы хотите забыть человека, который вас предал. Потому что вам тяжело воспринимать те последствия негативные, которые вы на себе чувствуете. Но негативные последствия, это и они ваши. Они только ваши. И они касаются, эти негативные последствия, исключительно только вас. И именно по этой причине, по причине того, что они касаются только вас. И работать с этими причинами нужно именно вам. Ведь если вам больно от того, что вас предали, если вы не можете человека забыть, значит, вы в нем нуждаетесь. Если у вас есть какие-то потребности, то эти потребности, по вашему мнению, должны были удовлетворяться этим самым человеком. А это, еще раз повторю, не есть правильность для вас. Потому что нельзя быть нуждающимся партнером в отношении. Это вам только вредит. Поэтому здесь я полагаю, что имеет смысл подумать над тем, какие потребности заставляли вас нуждаться в этом человеке. И что сейчас, на данный момент, также заставляет вас в нем нуждаться. И какие негативные последствия вы на себе ощущаете. Ну, как результат его, например, измены. Вот. Это то, что вам нужно обязательно прорабатывать. Это то, что вам обязательно нужно прорабатывать с психологом. И тогда, когда вы измените свои представления о том, что произошло, тогда, когда вы начнете думать по-другому, тогда, когда вы начнете смотреть на эти вещи иначе, вот тогда у вас будут положительные изменения в том, что сейчас происходит. Вам не будет так плохо, вам не будет так тяжело, вы не будете так от этого страдать. И, собственно говоря, это поможет вам реализовать себя правильно, реализовать себя адекватно, реализовать себя верно, если угодно. Такое вот слово я могу подобрать. Что касается, что касается именно забывания вообще, как, ну, забывания как такового именно, то здесь ситуация, конечно, заключается немножко в другом. Дело в том, что сама по себе ситуация забывания, это больше не гипнотическая, ну, в большей степени, это гипноз. То есть, вы можете заставить себя забыть какие-то вещи только при условии, если вы будете в гипнозе. Но даже в этом случае гипноз вам не поможет целиком и полностью забыть человека. Все равно вы будете испытывать определенные негативные эмоции каждый раз, когда будет происходить сталкивание вас и тех самых ситуаций, которые стали возможны благодаря тому, что с вами происходит. Я надеюсь, что этот момент вы для себя, в сути, постараетесь учитывать и не будете идти по наиболее легкому пути, а будете идти все-таки по пути изменению своего отношения, по пути личностного роста, о котором я говорил, когда упоминал про осознание потребностей и осознание тех мотивов, которые повлияли на то, что вы, по сути, создали образ человека. Не реального человека вы видели рядом с собой, а именно образ человека. И для этого у вас, безусловно, были определенные, на мой взгляд, основания. И вот то, что вы эти основания не обознаете для себя пока что, и причиняет вам боль, потому что вы думаете, что причина и проблема того, что происходит с вами именно в человеке. Но в действительности проблема не в нем, а в вас. В том, как вы воспринимаете данную ситуацию. И именно с этим и нужно с вами работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!